Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. На улице пасмурная погода, такая достаточно грустная, тоскливая, поэтому решила себя порадовать, заказать роллы. Мой любимый сет. Здесь просто огромные роллы. Посмотрите, какие красивые. Филадельфия с рыбкой. Давайте приступим сразу, потому что я голодная, если честно. Огромные роллы просто. Вот такие вот с шапочкой. Раньше они выглядели более аппетитно, кстати. Вчера со мной приключилось кое-что. Необычное. У нас загорелось соседнее здание. Я даже не знала об этом. Я одна дома. И резко выключили свет. И именно в этот момент оказалось, что у меня нет зарядки на телефоне. У меня дома нету свечек. Я не знала, что делать. У меня резко паника. Мне почему-то... Первое, что мне в голову пришло, это меня решили ограбить. И первое, что решили сделать, выключить дома свет. Я просто не знала, что соседнее здание загорелось. Я не в курсе была этого. И вообще я паникер. Как только что-то происходит, я не умею держать себя в руках, как-то взять себя в руки, так скажем. Это прям не мое. У меня сразу паника. Обычно, когда выключают свет, свет выключают очень-очень редко, в год где-то один раз. Эти работы проводятся в дневное время. Такое, чтобы ночью выключили свет. Это было впервые. Причем я была одна дома. Я немножко боюсь темноты. Даже когда ночью просто иду в туалет, обратно возвращаюсь быстро. Мне кажется, что кто-то за мной гонится. Первое, что я сделала... Первое, что я сделала в состоянии паники, это пыталась найти фонарик. Я для кота, для Твиксика, покупала лазер. И в лазере есть встроенная функция, еще и фонарик. В общем, я вспомнила про это. Начала искать, слава богу, нашла. В этот момент мне казалось, что я сейчас сойду с ума. Мне было страшно открывать дверь. Я нашла пауэрбанк, который отжала у папы. И он-то мне помог зарядить хоть немножко телефон. После того, как я зарядила телефон, я позвонила. Впервые говорю, у нас отключили свет. Она говорит, поздравляю, у нас тоже. Я говорю, с чем это может быть связано? Очень странно. Мы такие живем. Никак ни в чем не бывало. Никого не видим, никого не замечаем. Вообще, надо быть аккуратными. Потому что в здании, когда пожар страдаете, не только вы, но еще и соседи, не дай бог. Ох, это прям глобальная катастрофа. У нас просто, когда нету света, нету еще и воды. Потому что у нас новостройки. И под каждой новостройкой есть свой насос, который выкачивает воду. В общем, этот насос не работает без света. И все получается очень взаимосвязано. Короче, я зарядила немножко телефон. Попросила прийти брата, меня забрать. Потом уже брат сказал, что в соседнем здании пожар. Все очень оперативно приехали, потушили. В этом плане прям молодцы. У нас в деревне был случай. Наша соседка, она была замужем, потом развелась. В общем, с ребенком жила у нас по соседству. Ее сын решил просто подшутить и поджечь сено. У них просто огромная куча была сухого сена. И он просто решил ребенок подшутить. Ну, понятное дело, знаете, дети в этом возрасте хотят что-то пошалить, не знаю, привлечь к себе внимание и так далее. Но все оказалось очень глобально, потому что потушить сено очень сложно. Моментально просто приехали пожарные в деревню. Три машины, потому что там три раза подряд звонила. И приехали три машины и тушили это все. Это был просто просто вот низкий поклон пожарникам, которые это сделали, потому что это кажется просто. Но это просто столько часов работы. сено очень легко воспламеняется. И вроде кажется, что сверху все потушено. Но внутри, изнутри идет дым. внутри она продолжает гореть и набирает обороты. В общем, еле спаслись все. Без жертвы все оказалось, но все это благодаря, на самом деле, вот этим вот службам. Молодцы. Потому что если бы так оперативно бы не потушить, огонь бы перенаправился на дом, потому что дом находился очень близко к сенам. Поэтому надо быть аккуратными. Если вы курите, обращайте внимание, куда вы кидаете бочок. Бочок или бычок. Как правильно. Прямо героически тушили. Всегда так. Очень добросовестно работает. Вот я вам по этому говорю, покупать квартиру с ремонтом, уже с отделкой в старом здании немножко опасно. В том плане, что вы не знаете, какое качество проводки. Вы не знаете, как давно это было все сделано. Работает ли это исправно или нет. Мы когда только приехали в Азербайджан, мы с бабушкой снимали квартиру. И там проводка была просто в ужасном состоянии. Каждый раз, когда мы уходили из дома, просто выключали свет из счетчика. А эту квартиру, в которой мы живем, мы купили ее под маяк. То есть без отделки, просто кирпичи здесь были, проводку, все делали мы сами. И папа всегда говорил, можно экономить на чем угодно, только не на проводке. Потому что это может обернуться очень плачевными последствиями. Поэтому я помню вот этот момент, когда мы здесь сделали проводку. Вече не ошибаюсь. Папа сам делал всю проводку. Вообще, у меня отец мастер на все руки. То есть розетки починить может. Комби установить может. Теплый пол сделать может. Хотя это совершенно не его специальность. У меня брат тоже умеет. Абсолютно все. Может починить фен, фрезу, все что угодно. Все, что связано с техникой, он может починить. Я вообще замечаю в своем окружении большинство парней молодых, где-то 20-25 лет, они ничего не умеют. Не в том плане, что прям мужчина должен. Конечно, он может вызвать специалиста и так далее. Но вот я видела, что мой отец всегда все это делал сам. Например, приехал на 2 дня, поменял душ, поменял 2 розетки. Все, что не работало дома, начало работать. Не хочу говорить, как старые бабки, типа, были мужчины когда-то там. А вот сейчас парни ничего не умеют. Я не знаю, как у вас. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Вот у нас прошлое поколение, так скажем, они умели все. А вот нынешнее поколение, то ли они не хотят учиться, то ли они направлены на что-то другое. Но они реально элементарно поменять розетку даже не могут. Из-за этого тоже надо вызывать специалиста или учиться самой. На этом все, мои хорошие. Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки и подписываться. Всех люблю. С вами была Айка. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok